здравствуйте дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала я в том же кафе жду Женю сейчас она с минуты на минуту должна подойти жду свою шапку шапочку красоту волнуюсь в общем будем смотреть с вами такая кафешка утро поэтому здесь пусто думаю вечером здесь народу тьма потому что в центре на проспекте мира находится такая пиццерия а сейчас вот видите как пусто там молодежь сидит и вот одна женщина кушает и я так сижу вообще пусто пустенько чистенько подожди я тебя сначала покажу и так я Женечку дождалась вот она пришла довольная такая мы смотрим вместе с вами я не стала первое смотреть решила все все прям что по честному Женя вот ты знаешь я волновалась сейчас у меня шок я не я не ожидала Женя ты посмотри как ты все исправила люди мои хорошие вы посмотрите что я получила Женя я не знаю дай эти гора моя хорошая ты меня просто ты мне так угодила ты мне угодила угодила слушай вот у меня шок у меня такой приятный шок посмотрите как миленько посмотрите как все аккуратненько перышко а здесь ты прямо небо ночное ой вообще да все все вот так вот прямо миленько как вот я и хотела я же говорила сделай брызги какие-нибудь чтобы вот это вот все Женя Женя ручки твои рукодельные спасибо 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 Женя я не ожидала вот правда не ожидала но я сейчас померяю конечно же померяю давай подержи пока все так так я вот так вот надену красота мне очень нравится вот пустая была шапка пустая а сейчас такой шедевр ой Женечка ну давай теперь по цене сколько я тебе должна чтобы и люди то знали сколько стоит это люди то знали ну для людей я говорю полторы тысячи но значит мы договаривались в определенной сумме мы в нее вместились обговорим мы все это потом да а сейчас хотела рассказать нам немножко о заказе и о том что получилось давай Женечка все вот расскажи это же ты творила ты говори я вот прямо сплакать готова так мне все нравится честно нравится вот если мне не нравится я буду молчать а если мне нравится ну прям шедевр говори моя хорошая итак я не знаю по-моему мы на это на камеру не снимали но когда я увидела Елену первое что у меня возникла как ассоциация какая женщина то есть вот когда я вижу человека именно женщина с большой буквы она вот ухоженная у нее прям продуманный образ какой то да то есть Елена ко мне приходила в трех разных образах и все это было вот так со вкусом так не кричаще так грамотно и так вот дороско и гармонично проделано и мы у меня возник в голове образ когда мы начали работать с Еленой что это было это современное бакиня и хотелось подчеркнуть может быть некоторую яркость показать некоторую тайну которая присуща каждой женщине тайна получилась да Ну, приземляясь к земле, мы ей штриховали какие-то недостатки, да, а именно вот эффект, то есть то, что вы должны увидеть, то, что все, кто будет говорить Елене комплименты, должны увидеть, да, то есть это вот именно россыпь, брызги, как Елена сказала, да, вот россыпь, брызги мне нужны. Я вот щелкнула, и вот в голове стукнулась. Ну, на самом деле, это тот случай, на самом деле, достаточно редкий, когда и клиент, и заказчик, ну, это официальная стильная, я надеюсь, что мы уже друзья с Еленой, да, когда два человека встречаются, и гнают друг друга с полуслова, и какое-то вот общее поле информационное что-то оболочается, да, и уже тогда творить легче, и возникает кредит. Или за спиной, и ты понимаешь, что человек, в общем-то, поймет всю твою задумку, и оцени, да, может быть, какие-то широковатости не заметит, да, а именно отзенет сам замысел, саму идею. Это здорово, на самом деле. Женечка, я волновалась, ты даже не представляешь, как я волновалась, как будто я, знаешь, это миллион стоит. Ну, ты мне угодила. Немножко поговорим о материалах. Это очень важная вещь, на самом деле, дамы и господа, потому что знание, хотя бы отзыв, да, того, что вам хочется, и понятие, оно очень, на самом деле, облегчает работу вам и облегчает работу тем, кто для вас будет и делать красоту. Итак, здесь только чешский и японский бисер. Чешский бисер, мы представим вот здесь, это радужный, цонный и бирюзовый, размер 13, его еще называют ювелирным бисером, то есть он идет у нас по большей части на украшения, на изготовление каких-то мелких интересных деталей, да, потому что если сравнивать в масштабе, то это примерно, ну, чуть больше сахаринки размеры. Очень мелкие, да-да. Да, то есть для него идут специальные иголки, которые, к сожалению, иногда трудно достать, ну, вот, что не пойдешь ради красоты, ради воплощения своих фантазий, фантазий заказчиков. Далее, японский бисер 15-го размера, аметистовых оттенков, бисер с посеребрением у нас, очень такой красивый, яркий, он такой мерцающий, интересный. Бисер аметистовый, он радужный, он, может быть, сейчас вот в этом освещении искусственном не так будет играть, но при свете сегодняшнем, я думаю, это будет вообще вау. Да, на свету будет, конечно, здесь такой приглушенный свет. Немножко приглушенный, то есть я думаю, что при свете она заиграет еще более ярко, еще более интересно. Стеклярус будет блестеть, сверкать. Да, стеклярусы тоже японские гематитовые у нас тут сделаны. В общем-то и все, что говорит, смотрите, наслаждаетесь, пожалуйста. Это нежнейший, даже невозможно поверить, что такой можно вышить. Это же вот просто были куча бисера и вот такая вот шапка обыкновенная, заготовка. И вот теперь вот такой у меня есть шедевр. Я довольна, я очень довольна. Теперь буду думать, с чем это, ну, это пальто, это брошку надо придумывать. Очень красиво. Спасибо, Женечка. Спасибо, моя хорошая. Спасибо, Елена, вам за общение, за позволить увидеть вас и вот такую вот вашу реакцию, что тоже, конечно, очень приятно. Спасибо, спасибо, моя хорошая. Ну, все, сейчас расчет и я отключаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы довольны так же, как и я результатом. Я знаю, что многие из вас ждали этого момента, волновались больше, чем я, теребили меня. Ну, вот теперь вы дождались. Посмотрите, ну, посмотрите, какая прелесть. Ой, Женя, вот, ну, голодые ручки. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Почему она решила такой глаз сделать тебе? Какой глаз? Это перо павлини. Да ты че? Да. Как глаз. Ой, красиво, конечно. Красиво, правда? Красиво. Вот ты же помнишь, какая была шапка? Да, 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 да. И что-то она с ней сделала. А, и вот она здесь еще, да. А, здесь все повышено. И все вот это вот, все закрыло, все дефекты, которые нужно было закрыть, все закрыло. Да, какие тут дефекты? Ну, свалено было. Видишь, как было свалено не очень так аккуратненько. И она вот это вот все брызгами вот этими прикрыла. Слушай, вообще шикарно получилось. Слушай, а мелкий какой он. Вот представляешь? У нее зрение какое-то. Ну, она, ну, я не знаю про зрение. По-моему, у нее еще со зрением все в порядке. Ну, на, держи. Я сейчас буду одевать. Ты уже фотоешь, что ли? Да. У меня с бутербродами. Да. Ну, вот представляешь? Ой, какая ты хорошенькая. Синий какой-нибудь вот такой вот шарфик и все, и с любым, с любым одеянием. Вот была шапка, которая меня не украшала. Ты прям жарптица. Я прям фея теперь. Жарптица, Лена у нас такая красотка. Пусто было так и бедно, да? Шапка такая. Красиво, очень красиво. Это убогая была. А теперь вот такая вот красотень. Все сверкает. Вот это, посмотри. Это еще вот у тебя темно тут так и посверкивает. Представляешь, на солнце, как это будет все сиять. Видно, нет? Все темно. Не знаю, снимаете что-то или нет. Ну, оксана, я так довольна. Ты даже не представляешь. Она вот, шапка, вот это то, что мне нужно. Она легонькая такая, тепленькая. Букодельница. Это столько терпения надо. Я вообще поражаюсь. Сколько вот мелкого вот этого собирать, да? Она не в очках, случайно? Нет, она не в очках. Она молоденькая еще. Да, в отличие от меня. Я уже без очков ничего не могу делать. Ну, вот Оксана вам показала. Здравствуйте. На работе я тут. Посмотрите, сколько у нас снега. И снег валит и валит. Я иду от Оксаны. И посмотрите, что я нашла. Посмотрите, как они переопылились. Белые с фиолетовыми. И получились вот такие розовые. У меня прелесть. Вот можно такое украшение сделать в таких цветах, в таких расцветках. Он даже не фиолетовый, а скорее фуксия такой цвет. Фуксия розовый и белый. Посмотрите, как сочетается. Классно. Хорошо, что у меня есть с собой фотоаппаратик. И я смогу снять такую красоту. Ой, все на снежке. Снежок, снежок. А я иду на остановочку. А здесь какие-то дикие собаки бродят. Нос испачкала. Собака. Нос в снегу. Прикольная какая. Видимо, у нее щеня-то есть. Рыщет. Что-то ищет. Пропитание себе. Тут уже снег такой лежит. Вот такой снежок. И я иду. Тепло на улице. Тепло-тепло. Ну, в шапочке я, конечно, может поэтому тепло. Без шапки-то было бы зябко. Но пока мне очень хорошо. Ранетки. Птичей, да. А я иду на мою остановочку. Сейчас поеду домой. Все свои дела переделала. Шапочку забрала. Оксану браслету везла. Вот мой автобус. Бегу. Посмотрите, ну разве не прелесть? Снег и листики зеленые опали с тополей. Вот такая красота. Ой, я прям наслаждаюсь снежком. Что, голубочек, тоже радуешься? Да? Радостный? Все, последняя зелень. Последняя, последняя. Уже не живая. А тут даже калина с ягодами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...